Дорогие друзья, хочу вам рассказать историю одной картины. Она написана 15 октября 2015 года. Это был светлый такой яркий день. Я шла в мастерскую и по дороге купила красивые георгины. Они были такие прекрасные. И я думаю, ну вот сейчас приду в мастерскую и напишу букет георгины на тюрьму. И вот пришла я в мастерскую, поставила этот букет в банку. И тут со мной что-то такое произошло, что этот реальный букет трансформировался вот в такую идею картины. Такой вот краски расплескались. Вот я их вот такие лепестки обозначила, обозначила вот такими мазками. Но еще эта картина читается. Она читается. Если долго на нее смотреть, то она очень неоднозначная. Почему-то возникли домики, вот огни горят, город вечерний. Вот идет моя любимая парочка. Я люблю парочки в дождь, парочки. Вот это тема моя, зонтика. Потом можно разглядеть падающий лист, разбивающийся, а мокрый асфальт. Вот можно увидеть здесь, если долго смотреть, то вот здесь, вот в этом углу, осеннюю стрекозу. Стрекозка вот такая вот. Дальше вот лицо девушки. Вот глазки, носи, губки, волосы. Но это еще не все. Вот здесь мы видим лицо юноши. Вот глазки, носи, губы. Даже вот волосы заканчиваются. И намек на воротник плаща. Вот такая парочка тоже здесь. Дальше вот лист. Ну, это все понятно. А вот тут вот внизу, если присмотреться, вот такая Маргарита как бы на метле. Вот так можно. Я ее читаю именно так. Маргарита. Вот сидящая девушка. Лепестки Георгин превращаются вот в губы. Тоже можно так прочитать. Ну, и банка, залитая потоками краски. Вот такая, я так думаю, салонная работа на гурмана в живописи. Именно на такой изысканный вкус. Мазочки такие. Написана она глянцевым акрилом. Это очень хороший материал для скоростных работ. Ну, она долгая, долгая, да, ее, значит, размеры 50 на 60 написаны на холсте. Долгое время она была, ну, как бы, ну, в таких золушках у меня. Она стояла где-то в углу, такая вот заброшенная, может быть, так вот, незаслуженная. Ну, а потом мы одели ее в рамку, вот такую желтую. И все сразу стало на свои места. Я назвала эту картину творчество. И, по-моему, этим названием и этим оформлением как бы дала ей разрешение на новую жизнь. То есть она уже у меня как бы родилась полностью, сформировалась в какую-то форму, в какой-то образ. Вот это слово стало решающим. И, по-моему, вот эта красивая рама. Если вам понравилось, ставьте классы, подписывайтесь на мой канал в Ютубе. Красивые картины и портреты Ларисы Изюмченко. Всего доброго. Пока.